Я Рэй, я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе мой зритель. Это очередная серия летсплея по игре по OceanCraft 34 день, как обычно заходим в наш сад Кровошип. Интересно. Вот, в сад сходили. Естественно, к клиентам. Клиентам первым делом. О! Показываю, что есть. Давненько не виделись. А тут с этим можно? О, смотрите, а что можно? По цене можно отсортировать. От самого дорогого к самому дешевому. Кровавый рубин возьмем. Дешево. Это удобно. Это удобно. Мы можем таким образом сразу от ерунды к не ерунде пройти. Берем дешевое. Пока дешевое берем. А возьмем, несмотря на то, что оно мне сильно не нужно. Дешево. Берем. Не надо. Грозошип. Чертополох, точнее, у нас он используется. Так, свеколка, свеколка, свеколка. Свеклы у нас достаточно. А вот это возьмем. Это возьмем, дружочек, пирожочек. Э, да возьмем. О, по-моему, эта штука у нас закончилась, да? Не закончилась, ее мало. А здесь дешево отдают. Нет, за такую цену мы не будем брать огненных цитринов. Спасибо. Торгуемся, торгуемся. Ой. Че-то как-то я не в попад, да? Сказал нулому про дождь. Нормально. Хорошо. Клиенты пошли. Есть ли зелье, чтобы исправить неуклюжесть? Ну, надо сделать зелье уклюжести, верно? Так, где наше зелье уклюжести? А было же. Было, было, было. Вот оно. Оно продолжим варить отсюда. Только чтобы пособирать сразу полезного. Хорошо. Отлично. Так, зелье, уклюжести. Поторгуемся, естественно. Так, тебе чего? А, станет заморожать врагов. Холодильник тебе нужен. Хорошо. Так, где наше зелье холодильника? Мы тут уже все собрали, так что на, сразу. Поторгуемся, поторгуемся. Так, тебе чего, красивый господин? Зелье защиты от ядов. Хм, что-то подобное, по-моему, уже мы сделали. Продолжим варить отсюда. Да, тут мы ничего собрать не сможем. Завершаем тогда. Поторгуемся. Прекрасно. О, деда! Привет, деда! Показывает товары. Дешево продает. Возьму как агриб, хотя не помню, много ли я его использую. На двадцаточку возьму, до полтинничка. Кракенов гриб. Сколько у меня его? Ну, давай, двадцать один возьмем. Грибочек. Так, ну, этот гриб мы не берем, да? У меня их есть, некоторое количество использую их редко. На, торгуемся, естественно. Спасибо, деда! Так, тебе чего? Рубит дрова целый день и не уставать. Хочет болотный гриб. Ммм. Это, видимо, зелье силы тебе нужно, да? Если у нас здесь болотный гриб... Нет у нас болотного гриба. Давайте попробуем, кстати говоря. Когда она хочет зелье силы, да? Ммм. То есть здесь его, скорее всего, не будет. А где она у нас вообще на масле... На это, на воде находится? Давайте глянем. Может быть, мы сможем... Угу. На воде она здесь находится. А как же ты хочешь через болотный гриб это сделать? Это, наверное, вот так вот нужно, да? А, чтобы типа обошел таким вот образом сюда... Стоит ли оно того? Будет ли оно того стоить? Я, честно говоря, даже не знаю. Давайте сделаем зелье силы просто. По стандартной классической схеме, да? Так, это чип чисто, чтобы опыт собрать. Осторожно, аккуратно. Завершаем. Мне просто интересно. Так, и, кстати говоря, мы можем дальше. Либо в торговлю, либо в видимость. Давайте все-таки... Давайте еще один раз все-таки в торговлю выкачим. Да, потому что денежки нам нужны. Вот. Я хочу посмотреть, за сколько бы она бы купила бы... За 217. А, терпеть не могу. Так у меня его и нету. Отлично, отлично. Торгуемся, конечно же. Я чуть не начал было делать ей с болотным грибом. Хе-хе-хе. Оказывается, вот оно че. Так, лыцарь, чего тебе? Сильнее, быстрее, ловче. По-моему, что-то подобное я уже делал. Сильнее, быстрее, ловче. Сильнее, быстрее, ловче. Быстрее, где-то здесь. По-моему, это оно. Нет, нет. Это просто быстрее. Ловкость, быстрота. Ну, в принципе, да. Быстрее, ловче. Да, быстрее, ловче. Оно. Конечно, что в идеале он бы хотел, чтобы еще и... Я туда добавил... Чего-то другого. Но, по-моему, это... То есть, еще бы и силы ему туда, да, впихнуть. Но, по-моему, и так круто. Так. Лечебное. Обычное лекарствие. Кстати говоря, вот я думаю. Вот я думаю себе. А не стоит ли попробовать сделать нам лекарство на основе масла? Тут же совсем близко, по идее. Это вот чуть-чуть не хватит, да, нам? А вот это идеально. Целительный вереск. Смотрите. За один раз мы точно его пробьем. Это чуть-чуть может подойти, но его мало у меня. А вот этого у меня много. Давайте-ка этим сделаем. А что на масле сделать себе? Такое же зелье, только на масле. Замешаем побольше. Раз. Да, чтобы... У нас потом еще, когда мы захотим, повторить это зелье. У нас было немножечко больше вариантов собрать опыта. Я для этого чисто. Ой, стоп-стоп. А по-моему, не получится настройка. Эх. Ну, мы запомним рецепт, да? Давайте отольем немножечко назад, чтобы точно... Да. Нам придется его немножечко довести почти до идеального состояния, но потом его нужно будет нам докручивать. То есть мы его спозиционируем, запомним рецепт. А когда появится еще дополнительный нужный компонент, поворотный... Да. Ага. Делаем такое зелье уже, да. Сохраняем рецепт. Вот. Только вот нужно сразу поставить сюда, ну, какие-то... Как-то недоделанные, да, такие вот. Типа надо доделать. Вот. На основе масла его нужно чуть-чуть будет доповернуть, и тогда будет нормально. На, забирай, за 35. Так. Замедляющие ловушки. Ммм... Какогриб. Нравится запах каки. То есть это зелье, что за замедляющие? Замедление, замедление. У нас есть такое зелье? Так, ну-ка, давайте пробежимся. Видим, если это кислоты. О, есть зелье, замедление. Есть такое у нас... А, улитка ему нужна. Тьфу ты. Так, давайте посмотрим. А в рецепте улитки у нас есть какогриб? Нет, какогриб они используются. Давайте посмотрим, а что мы можем по этому поводу сделать. Так, рецепт замедления улитки у нас где-то вот в этом районе был. И его здесь не видать. Да, тут камня кожи сразу вижу. Где-то здесь должно было быть оно, но его здесь нет. То есть только на воде можно тебя сделать. Какогриб. Какогриб он хочет. Давайте посмотрим, что у нас с какогрибом. Мы можем, знаете, что сделать? А, оно здесь у нас уже сварено. Здесь оно уже сварено. Хотя... Нет, нет, не сварено. Ну-ка, где какогриб? Где ты? Вот, какогриб. Просто бросаем. Чисто для запаха. Хотел же? И плюс попутно попробуем еще даже подсобрать опыта. Раз пошло такое дело. Квен же не сказал, что ему нужно, чтобы он участвовал в процессе создания. Так что сейчас мы тебе для запаху, какогриб, приспособим. Нет, ну, больше мы ничего не соберем. Я надеялся, что может быть еще что-то. Так, ну-ка пробуем. Проканает такой способ. Да. А, только ему нужно было слабое зелье. Ладно, пойдет. Пойдет сильное, поторгуемся. Одно из условий, как минимум, выполнили. Ну, то есть, по-хорошему, нам нужно зелье чуть-чуть не доваривать. Да, чтобы максимально этих вот таких вот эксклюзивчиков, эксклюзивщиков с них что-то получать. Ну, тем не менее. Так, у нас нету зелья защиты от огня. Да. Вот. Я так полагаю, что его легче будет достать в масле, это зелье. Так что самое время, наверное, поисследовать. Поисследовать масляное. Масляное зелье дальше. Снова давайте посмотрим. Будем просто ходить, смотреть, исследовать. Карту масла. Карту воды что-то мне сейчас пока не охота смотреть. Он слишком уж тяжела в разработку. Почти, хотя... Нет, не хочу. Слишком сильно нужно будет откатиться назад. А вот это хорошо. Его как раз здесь сейчас протянет в болотце. Таким образом, что мы сможем... Ага, пройти здесь безопасно. Ага, пройти здесь безопасно. Вот. Теперь четко вправо. Ой, ну я мог бы, да. Мог бы лучше это использовать. И второй, кстати, тоже мог бы лучше использовать. Нам же единичку надо только. Правильно, нам же нужно только эффекты подергать. Узнать. Буйный рост. Нам же нужно было только эффекты подергать отсюда. Ну, что уж поделать. По-моему, хорошо. Да, здесь он где-то пойдет немножко не так. Но мы посмотрим. Как раз болото должно будет замедлить хорошо это дело. Вопрос там, куда оно будет выводить. Ну, мы надеемся на лучшее. И лучшее прекрасно, прям замечательно. Заодно еще и опыта подсоберем. Так, ну что, двигаемся дальше вправо, да? Ну, там еще что-то есть. Маловато, правда, у нас ингредиентов для вправо, чтобы двигаться. Ну, сколько есть, а наши. Ой. Так, еще. Кстати, я не помню, этот у нас исследован. Нет, не исследован водоворотик. Нам же и водовороты тоже надо исследовать. Что-то потом их использовать в своих. Что-нибудь попроще. Вот это вот, например. Да, в своих целях. Потом мы... Чтоб могли это все дело крутить, вертеть. Отлично. Потому что водовороты в некоторых местах, ну, очень сильно меняют вообще стратегию варки зерия того или иного. Ну, тоже неплохо. Так, нам бы как-то вверх и вправо. Как раз там зелье есть. Нет, это мы использовать не будем. Ну, кстати, неплохой вариант. Где-то мы там завязни в болотце, правда. Ну, да ладно. Хотя, если вот так сделать... Ой-ой-ой, не очень, да, вышло. Как бы не пришлось бы нам это дело все посыпать солью. Давай, сыпем. Ну, соль вообще для всяких разных исследований вещь замечательная. Смотрите, по-моему, она здесь слабее работает, что ли. Такое ощущение, что да. Что прям слабо-слабо работает. Пойдет. Домешиваем. Ну, более детальные исследования, конечно, мы будем делать уже в самом конце. Как всегда. Как раз где надо мы будем находиться. Прямо замечательно. Угу, проверяем. Ух, скользкость. О, новый эффект. Между прочим. Интересно, можно ли его достичь каким-нибудь таким другим способом. Так, к вороночке. Да, в этот раз мы не будем рисковать. Мы поближе к центру воронки заберемся сразу. Ну, тоже дело. Узнали, куда воронка ведет. Тоже важно, на самом деле. Не так, чтобы это меня сильно вдохновило. Мага-ягода. Мало ее. Плохо. Вот, как назло, у нас вправо двигателей особых нет. Мы, может, таких каких-нибудь вариантов не используем. Ну, в принципе, вариант. Вариант таким вот образом. Вот сюда. И потом, как-то здесь у нас была жито, как его. Холодолист. Перетолок. Ну, ничего, сейчас разбавим. Здесь разбавим где-нибудь. Возвращаемся в эту сторону. Крутимся вокруг-то около. Так. А давайте, пока у меня его много, я его и буду пользовать. Купил же по дешевке. А, прям так. Прям так. Да. Прям в болото пойдем. Обязательно ли? Тут можно еще книжечки собрать. Что-то, да, лучше книжечки соберу. Я передумаля. Вот. Да. Завело нас в никуда. Ну, как никуда. Зато мы видим еще одну хорошую штуку. Еще одну баночку с зельем. Для нашего исследования это самое то. Класс. Как раз куда надо вышли. А, так вот. Грех. Все. Бух. Ой. Что-то новенькое. Что-то у нас. Скользкое, буйное омоложение. Забавно. Забавно. Так. Ну, теперь нужно влево... влево нам движение устроить. Не сильно при этом отпрыгивая обратно, да? То есть, вот так. Здесь подтянем. Ага. Лизочку заберем. Да. Его. корректируем. Угу. Так. Ну, здесь уже ничего полезного не будет. Ну, разве что книги, да, собрать можно было бы. Но это мне не надо сейчас. А это, это, это... Где у нас такой вот был? Такой вот был подходящий. еще один подходящий. Ой, зря. Зря. Много. Да ладно, поехали. Майкл Джексон из Мирозелий. Угу. Хорошо. Водоворотик вижу. Водоворотик, да. Подойдет. подойдет водоворотик для наших целей. Крутим, вертим. Исследование для... Вау. Вау. Вау, 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 вау. Прям хорошо. Так, здесь главное быть аккуратным. Что-нибудь резко вправо, да, нас нужно, чтобы сдвигало. Вправо или вправо вверх. Так, здесь все понятно. Вправо. Да, вправо. Вот такое вот. Вправо. Куда-нибудь в сторону от этого кошмара. Ну, в принципе, сами зелья-то, в принципе, мне не сильно и нужны. Хотя нет. Без них, по-моему, не засчитается, да? Без них не засчитается мне то, что я их изобрел, эти зелья. Поэтому в смысле ачивки не будет. Повторим. Так, давайте-ка прежде чем я хотел посмотреть, исследованы ли все здесь у нас бутилочки открытые. Да, с этой стороны они все исследованы. Здесь тоже все исследовано. Ну, чтобы... Ну, вот еще одна не исследованная, да, вижу. Так, ну, окей, прекрасно. Так, давайте прям такое, что-то эдакое. Как бы потом не пришлось это все засаливать. Да ладно. Короче, есть шанс, что придется все пересаливать обратно. Угу. Ух. Да, придется солить и солить придется знатно. Хотя... Хотя нет, 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 нет. Смотрите-ка. Вот еще один рецептик, который нам нужно было узнать. Мы к нему сейчас спокойненько пойдем. Не дойдем, правда, потому что баллаота, но тем не менее. Тем не менее, тоже хорошо. зато это солить не пришлось. Да, не важно, каким путем мы к этому придем. что-то зря я, да? Я совсем зря это сделал. Опять кинул ее слишком рано. А вот защита от огня, между прочим. Вот она самая. Так, но еще кое-что мы исследовать все-таки сможем. Так, если мы польем, в принципе, нет, не совсем то, что надо. Все-таки хладолист. Все-таки им. Чуть-чуть задеваем, но нормально, 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 проходим. Так, и здесь, кстати говоря, нам подошел бы вот какой-нибудь эдакий компонент. Нет, О! Нет, мало его. Мало. Плохо. Не. Чем-нибудь более рядовым, придется. А то там слишком уж заходил он в эту. а это да. Зачем? А зачем мне так круто? Мне так круто не надо. Мне этого хватит. Я думаю, пройдем рядышком. Если что, не пройдем, ну, разбавим. Ну-ка, пройдем? Пройдем. чисто для открытия эффекта. Уменьшение нашли эффект. Отлично. Ну, давайте попробуем еще чуть-чуть доисследовать хотя бы да, где находится всякое разное. Твоя очередь пришла. вверх. 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 Подойдет. В принципе, даже можем еще одно зелье использовать. Да, можем. Почему? Потому что это зелье буйного роста, оно у нас уже открыто, это точно. То есть, можем даже еще один эффект попытаться найти здесь. То есть, сместиться, по идее, исчезнуть из копилки выбранных зелий должно именно оно будет. Так что делаем, делаем. Давайте чуть-чуть попроще, да. То, чего побольше будем пользоваться для таких вещей. Все понимаю, но нет. Я не настолько богат пока ингредиентами уже не нищ, но и недостаточно богат. Поэтому простые какие-нибудь такие штуки нам вполне подойдут для работы. Тем более, что впереди воронка очередная, которая нам даст чуть-чуть еще больше знаний о том, как устроено данное место масляное. так, 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 так. Угу. Хорошо. Хорошо, идем. Давай. Бултых. Куда болтых? Сюда болтых. Ну, ничего страшного. все равно надо как-то тоже было открывать бы все это правильно. Так, и снова нам туда надо, да. Пойдет. Пойдет. Шикарно даже, я бы сказал. Воронку? Воронку надо исследовать, да. Метает нас туда-сюда, мечет. Ну, это то, что надо. В процессе исследования было бы странно, если бы не металла. Это мы как это получается? Прошли-то таким вот каким-то макаром, да, хитрым. Да, зелья роста буйного сначала мы открыли. Не вижу, ладно, не суть. Но суть в том, что да, загогулистая кривая во время исследований, конечно же, необратимо должна быть. можно мешать. Точнее, можно греть. Эх так, рядом пролетел с такой хорошей книжечкой. Ой, я еще разбавить умудрился в процессе. Ну, тоже бывает, нормально. Так, залезли в болото опять. Ну, вижу еще один, еще один бутылечек, который нужно было бы рядом открыть. Ой, не дойдет, я чувствую. Сейчас мы в болоте потенциал потратим сильно. Хотя, хотя, не, нормально, дошли, смогли. во. Ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ну, сейчас все эти компоненты у нас, вернее, все штуки новые. думаю, что стоит дозавершить обследование, да, может, где-то там еще есть какой-то бутылечек, просто, чтобы знать, что он там есть. Это и все. Так бы. Может, какую-нибудь воронку еще исследовать, да. То есть, уже не с целью, чтобы собрать какое-то зелье, сварить, а с целью, чтобы убедиться, что мы все пособирали. А, ну да, это уже, они подмечены сереньки, которые мы включили в свой компонент. Как бы такти, обойти хорошо. О, то, что надо. То, что надо. Зачем только туда так сильно? И взял еще, и спрашивает себя, зачем так сильно, и тут же взял еще даталог. Ну, тоже бывает. пойдем. Воронку исследуем. Слушайте, по-моему, мы все исследовали, масло. Или нет? Нет, тут еще что-то должно быть. 100% что-то будет. Ну, так мы почти все исследовали. Ну, то есть, для приличия уже получается нам для полного исследования карты масло, да? Воронка, это исследована, это исследована, это исследована воронка. Получается, последнюю воронку нужно исследовать. Сейчас проверю все воронки, пробегусь. Гусь, гусь, пробегусь. Это есть воронка, исследована. Эта воронка исследована. Ну да, нам осталось, получается... Так, эта воронка исследована. То есть осталось, да, вот эту воронку нам исследовать и... Вот эту воронку исследовать надо точно. Да, эту вот я не помню. И эту воронку исследовать надо около взрыва, которая. И вот эту. А так-то рецептов больше не будет. Около света, да. Точно? Точно они исследованы. Да. Три воронки осталось исследовать. Давайте сделаем сразу, чтобы все у нас было уже. Карта, так сказать, была закрыта полностью. Давайте. Надеюсь, что сместит достаточно. Если что, будем соль усыпать, если не сместит. По идее, должно сместить как надо. Давай-ка. Болото нас должно сдвинуть. Сдвинуть должно. Ой-ой. Соль. Срочно соль в студию. Соль и потом сдвигаемся вверх. Вверх-вправо немножко. Прям высаливаем полностью. Так, и вверх-вправо что-нибудь. Ай-яй-яй. Не случился у нас некоторый ай-яй-яй. Достаточно. Ух. Так, снова вверх-влево. Отлично вообще. Вот сейчас вообще замечательно. Вот теперь ты вообще в тему. Как надо все вообще. Замечательно. Так. Теперь. Это какая что-нибудь. Мало его. Вот этого много. Давай-ка болотный гриб. Хорошо. Хорошо. Снова сюда. Ну, посмотрим, куда вытянет. Туда вытянет. У нас болото сильно сдвинет. Как раз, по-моему, идеально, да? Прям четко мы заходим. Крутим-вертим. Так, рядом. Так, рядом пролетаем мимо классных книжечек. Кстати, да. Мы пока тут путешествовали, насобирали. Уже на опыт. Так, ну что. Сюда и сюда. Да? А, нет. Это исследовано. Вот эта вот штука у нас не исследована получается. И около лампочки не исследована, да? Две воронки осталось исследовать. Как бы это так лучше реализовать? А так и будем реализовывать, что. Слишком сильно просто рядом становиться не будем. Чтобы зелень не запороть. Потому что эффекты нам нужно все равно получить с них. Коллекцию. Здесь, по-моему, хорошо пройдет вот так. А здесь как-нибудь снова влево. Ай-яй. Ну ладно, чуть-чуть ливанем. Нормально. Хотя можно сделать вот так. Нормально. Хорошо. Так, подходим к первой воронке. Максимально влево сдвигаю. Потому что здесь нужно будет чуть-чуть разбавить, чтобы зелень не запороть. Вот так. Хорошо. Ну, еще так. Еще будет лучше. Ага. Крутим. Ну же, ну же. Ну, не совсем удачно. Ну, ладно. Так, теперь нужно как-то до этой воронки добраться. Как бы это сделать лучше. А что у меня? А, я не то взял. Выбрал. Вот. Это раз. Это раз. Ну, теперь останется что-нибудь два, чтобы добраться так. А эта воронка? И эта воронка не исследована. А, нет. Это исследовано. Это мы знаем. Вот это не исследовано. Как-то гриб просто будет сильно задевать. В данном случае не подойдет. А эта нормально. Поганочка подойдет. Ну, и вторую вонючую грибулину. И, в принципе, что? И масло у нас на этом будет исследовано. Насколько я понимаю. Вероятно, да. Вот что-то похоже. Так, давайте-ка. Все-таки я домешаю, чтобы зайти глубже в воронку. Чтоб не испоганить зелье. Давайте исследуем последнюю воронку на этой карте. Куда ведет? Ясно, куда ведет. Так, ну, осматриваем воронки, которые нам неизвестны. Да? Могут быть. Вроде бы все. Вот это непонятно. А, это куда? А, нет. Это понятно, куда ведет. Просто если мы в игре, мы сразу видим еще и, да, следы. Так, а это? Это ясно, куда ведет. Да, ребят, по-моему, мы все воронки исследовали. Ну, если еще забыл, вы скажите. Вы напомните. А так-то вот. Бабах. Шестая глава завершена. Вот так вот. Куча опыта. Прекрасно. Ух. Красота. Торговлю вкинусь сразу. Давайте посмотрим, что тут у нас. Она завершалась. Здесь мы закрыли главу. Здесь почти, смотрите. Ху-ху. То есть мы все зелья, что ли, собрали? Кучу. Жесть. Нам рассказывают, какие мы молодцы. Очень долго и нудно. Да, я считаю, да. Мы сегодня молодцы. Ну, здесь что-то еще есть. Конечно. Пока нам неизвестное. Но мы молодцы. На сегодня мы прям молодцы, прям молодцы. Вот. Мы наварили всякого разного. Да, мы сварили какую-то непонятную очередную шляпу. Но. Но. Но-но. Мы раскрыли все. Мы закрыли все масло. Мы теперь знаем, что где в масле есть. Вот с водой, конечно, потяжелее. Ну, будем стремиться. Будем стремиться. Будем потихонечку к этому. Сегодня рецептами этими заниматься не будем. Так что все. Да, сегодня прекрасный день. Много сделали. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих серий. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк. Оформи подписку. Оформи. Оформи.